всем привет последний самый ответственный этап на сведение не считая мастеринг сегодня мы начинаем делать final mix мы сделали с вами пространство мы сделали спектральный баланс мы сделали музыкальный баланс сейчас нам нужно вырезать наш микс чтобы он был идеальный точность с которой мы должны свести это один плюс минус один децибел мы должны слышать разницу в плюс минус один децибел на один децибел вокал громче и он торчит как дрын на один децибел вокал тише и он потонул у вас в гитарах например для того чтобы сделать final mix нам нужно очень тщательно и детально проработать каждую партию и чтобы каждую партию мы слышали в сведенном материале у меня есть исходный файл опубликованы этой группы и мы можем его фрагментарно послушать и заодно сразу будет понятно какие там проблемы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из-за этого микс звучит очень грязно, да, то есть, если посмотреть, как наш микс звучит в этом месте, то это будет совсем другое дело. Продолжение следует... Итак, надо детально очень пройти весь микс, послушать каждую партию и убедиться, что она слышна. Начнем с первого куплета. Продолжение следует... То, что мы в прошлый раз добавили второй рум, это сейчас очень выигрышно выглядит, потому что барабаны стали звучать... Малый барабан, у него появился такой очень хороший стерео-отклик. Очень красивый, обратите внимание, и все это из-за рума. Сейчас я покажу барабан отдельно. Убираем рум, и ничего этого уже нет. Так же, как если я уберу дизайнерскую бочку, то тоже все провалится. Романы будут очень чистыми, но они будут плоскими. Теперь больше рума, более брутально. Меньше рума, менее брутально. И не так ярко будет с точки зрения саунда. Это очень сильно влияет и очень важно. Я говорил в прошлый раз, я все время двигаю фейдера плюс-минус туда-сюда на 1-2 децибела по поводу рума. И тогда получаются какие-то разные совершенно окраски. Так очень попсово. Так слишком брутально. Ну вот остановимся на каком-то среднем положении. Теперь нам нужно точно вписать вокал по второму куплету, наверное. Мы сейчас пройдем и попробуем вписать, определить громкость лид-вокала. Здесь все хорошо, здесь все читается. А что у нас будет в припеве? Ну, возможно, слишком много дабл-трека. Чуть-чуть дабл-трек приберем. Бэк-вокал мне нравится, как звучит. Лид можно сделать чуть тише, но тогда это будет более роково. А все-таки я делаю попсовое сведение. Это я убрал. Теперь его будет мало и в куплете, наверное. Мало. Сейчас я очень явно слышу «Эклипс». Ну вот это обычная ситуация, да? То есть, когда мы делаем пространство, мы отслушиваем нюансы в реверберации, в том же питче, в дилее. И, естественно, нам все время хочется сделать возвраты эффектов очень громко. И так оно и получается, да? А потом, когда вы сядете на мастеринг и сделаете мастеринг, вы должны понимать, да, что у вас все планы, они соединятся, они станут ближе. То есть, ближний план соединится со средним и ближе будет к дальнему плану. И, соответственно, все эффекты, они вот так вот, как волна, вылезут у вас на мастеринге. Поэтому на сведении я всегда в последний момент вот эти возвраты эффектов опускаю на минус 5 дБ, понимая, что на мастеринге они все равно вылезут. И понимая то, что я уже привык к этим эффектам, я их не слышу сейчас, но завтра я их услышу. Поэтому я опускаю, ну, питшифт и дилей тоже в том числе. Дилей, наверное, можно чуть-чуть вернуть, а вот питшифтер, конечно, слишком очевидный на вокале. Ну, клингитару можно чуть-чуть добавить, будет не хуже. Это лучше по первому куплету выстраивать. Чуть многовато. По второму куплету. Теперь припев. Ну, можно чуть-чуть гитару прибрать, вот и сольную гитару чуть-чуть прибрать, и вот эти вот тоже прибрать. Чтобы они не мазали ритмическую функцию. Вообще в такой музыке очень легко потерять кик и снейр за гитарами. Вот сейчас сделай чуть больше гитар, и сразу кик и снейр у вас провалится, да? Это очень важно контролировать, и никогда не нужно менять громкость кика или снейра, а менять нужно окружение, то, что находится вокруг барабанов. Потому что барабаны, это как ваш ноль, да? Ни выше, ни ниже, они должны быть всегда одинаковыми, примерно в одной громкости. Ни в коем случае не нужно менять громкость кика на припев, или громкость снейра на припев. Ни в коем случае так делать не нужно. Чуть-чуть прибавим гитары, и сразу у нас барабаны провалятся. Все, барабан малый провалился, и бочка еле-еле читается, да? И плюс это стало, ну, это уже не совсем, это даже не по роковому, я не знаю как, но мы все-таки делаем попсовый микс. Вот этот микрофон сейчас, ну, я его не очень ощущаю. Если говорить о попсе, то он должен быть, пожалуй, громче. В куплете он хорошо прослушивается, а в припеве вроде как маловато. Один децибел ему не повредит. Ну, сделаем громко. Теперь он уже тянет одеяло на себя. Ну, примерно вот так его положение правильное. А теперь по припеву. Здесь очень важный момент, что верхний пластик, он всегда главный, он первый. А вот этот подструнник, он второй. И если вы заглушите подструнником верхний пластик, то у малого пропадет атака и пропадет читаемость. Вот сейчас он читается только благодаря верхнему пластику. Очень хорошо проверить себя на очень тихой громкости. Ну, я не знаю, насколько это у вас получится, но я сейчас сделаю так, а вы уже там, если что, не жалуетесь на меня, что ничего не слышно, потому что все-таки я в студии, а вы, скорее всего, дома. Ну, по сути, вот на такой громкости вы должны слышать все инструменты, вы должны слышать и малый, и кик, и бас, и, естественно, уже вокал, гитара, это уже понятно, и это естественно, и шейкер в том числе. И я сейчас все это слышу. Еще раз припев. Ну, и на большой громкости микс должен стоять так, как будто это стена, то есть ничего не должно торчать и ничего не должно проваливаться. И если какой-то звук вас раздражает и делает вам, допустим, больно, да, уже на предельной громкости, значит, с ним что-то не так. Обращайте на это внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я не сказал, я сейчас переключался между опубликованной версией и нашей версией. Еще раз покажу. Первая опубликованная, вторая наша. Теперь Type-C проверим. Ну, телефонного голоса, мне кажется, сейчас громковато даже по отношению к Лиду. Мы ведь же чуть-чуть прибрали, поэтому давайте-ка мы его тоже чуть-чуть приберем. Это вот эта дорожка. Ну, совсем чуть-чуть. И тут я еще ее проредил, да, то есть я сделал ее еще по воздушному. Да, многовато ее, я... Вот, начало. Ну, в принципе, это оправданно, потому что эта дорожка здесь солирует, а как бы лид-вокал ее опевает. И теперь проверим последний припев и коду. В этой части меня все устраивает, потому что я прекрасно слышу вот эти гитары, для которых мы нашли место в районе там где-то пололутора-двух килоген. И вот эту я слышу, и сейчас у меня все читается, и меня все устраивает. Еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по-моему, очень прикольный. Особенно мне нравятся последние две фразы, они же спеты по-другому, и там такое дыхание появляется, которого не было в первых двух. Прекрасно. Прекрасно. Минималистично и мне нравится. Все очень хорошо. Итак, результатом сведения является не мастеренная версия, не с лимитером на мастер-шине, а файл, который называется Original Mix. Вот я здесь создал дорожечку, она так и называется. Original Mix. И на эту дорожку я сейчас запишу мастер-шину пульта, поскольку у нас аналоговое сведение, у нас куча работает аналогового оборудования, то есть сейв мы нажать не можем. И экспорт-аудио-миксдаун мы тоже сделать не можем. Мы только можем оцифровать наш аналоговый микс. Вот эта мастер-шина, она заведена на финалайзер TC Electronics 96K. Финалайзер фактически является мастером и оцифровщиком. Конечно, я бы мог сейчас сразу сделать мастеринг на финалайзере, но я этого делать не буду, потому что мастеринг я никогда не делаю вместе со сведением. Я всегда это делаю на следующий день отдельно, когда у меня уже есть готовый файл Original Mix, и с этим файлом я буду делать мастеринг. Часто я делаю мастеринг по референсному треку. Вот во втором сезоне мы с вами делали мастеринг по референсному треку. Здесь я еще пока не решил, я подумаю и решу, буду я брать какой-то референс или я не буду брать референс, потому что у меня достаточно большой слуховой опыт, и я могу сделать мастеринг и без этого. Теперь мы включаем в запись эту дорожку и на эту дорожку мы пишем от начала до конца полный файл, который у меня сохранится и через пять лет. И даже когда у меня поменяются все плагины и все оборудование, я могу открыть этот файл и сделать снова мастеринг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, вот наш файл Original Mix, мы его прописали, теперь я нажимаю Save, и это у меня сохранится до мастеринга, до следующего видео. В следующем видео мы сделаем мастеринг этого трека, а на сегодня пока все, всем пока, ставьте лайки, жмите на бубенчики, если вам нравится мой канал, ну и подписывайтесь, естественно, если вы первый раз его смотрите. Сериал советую смотреть с первой серии, а не с конца. Всем пока!